Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Мы проходим за ванночный на Виттенкартер и сегодняшнюю серию мы начнем не с поиска лаза в шахты, потому что я его так еще не нашел, а с того, что пройдемся, так сказать, по моим ошибкам, мне написали, что вот здесь я упустил рукоятку, вот она, да, в принципе, ее легко найти, но я ее упустил. Соответственно, это дает нам возможность вернуться к вагонетке и попробовать ее завести, и если я правильно понимаю, ее нужно будет подогнать примерно к тому месту, где лежит этот труп с отрезанными ногами, и это, возможно, нам поможет остановить хронологию событий, как мы это делали с... склепом. Поэтому я сейчас это и попробую, а там уже посмотрим, куда кривая игры нас выведет. Не знаю, куда мне, если честно, где искать лаз, возле шахт, где-то там, по идее, нужно хорошенько полазать. Наверное, я это делал не совсем хорошо. Так. Я же нашел рукоятку. О, отлично. Давай, теперь его заведем. Заведем трамвайчик, заведем. Залазаем. Так, и если я правильно понимаю, мне нужно его назад подогнать. Для этого нажимаем кнопку S и двигаемся назад. Главное понять, как далеко это делать. Я так понимаю, примерно где-то возле отрезанных ног, что ли. Или возле коницы, давайте возле коницы чего остановимся. Где-то вот здесь вот. Так, ну и как понять, что мы делаем все правильно? Давайте пойдем к трупу, может быть. На нем был этот значок. Ну, что ты опять его осмотришь? Я же его уже осматривал. Да, 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 получается. Нет? Так, а что я не делал? Там же еще камень я где-то вставлял. А, я же его устраивал, почему-то не сохранилось. Или оно сбрасывается, что ли? Получается, что со временем, да. То есть, если ты не решил головонку, то оно все сбрасывается. Странно, я же все это осматривал. Так, как будто я новую игру начал. Так, вот теперь попробуем. Резина, канистра, веревка. Сейчас поймем. Пусть все в это верить. Да, отлично. И сколько у нас здесь будет хронологических последовательностей? Раз, два, три. Четыре, пять. Так. И все далеко уходят. Так. Две сюда, одна сюда. Одна сюда, одна. А, и почему мы так разбежались-то? Раз, два, три сюда. Две сюда, получается, да? Вот одна из последовательностей. Убийца гаечным ключом. Вторая, Итан здесь же. Так. Итана привязали. Теперь этот человек сожалеет о том, что произошло. Раз, два, три. И это, получается, последняя. Нет? Березина. Этот человек, я пока не помню, кто это с фотографией. Но явно кто-то не из семьи, потому что я был, наверное, запомнил. Да. Взял камень. Ну, теперь давайте попробовать эти последовательности просматривать. Давайте. А, то есть сначала нужно расставить, а уже потом можно будет визуализировать, да? Ну, ладно. Давайте поставим сюда вторую. Сюда третью. Сюда четвёртую. Сюда пятую. Сюда шестую. Всего шесть, да? Начнём визуализировать, и потом уже поймём всю суть. Так, он взял камень. Дорогая, хотел бы я, чтобы всё было иначе. Травис, скажи мне, где интер, сейчас? Так, ну, понятно. То есть мне сначала нужно все их посмотреть. Давайте поставим эту первую. Почему я не могу поставить эту первую? Это печально, но угол обещает, и можно было. А, то есть это всегда первую? Получается, это всегда первую. То есть сначала нашли первую последовательность, потом уже после всего остального. Ладно. Пускай будет этот третий. Так, ну я понял примерно, смотрите. Вот это первая на пять-шесть, это очевидно. Вот этот чувак хотел привязать Итана. Пускай это будет второе. Здесь Вот, смотрите. Он хотел привязать Итана. Вот это у него спрашивает, где Итан? Потом здесь происходит какая-то полная жопа, и потом пошло дальше. Ну-ка посмотрим так. Так мы пропустим сразу. Слушай меня! Мы можем уничтожить его! Я знаю, как! От него нельзя избавиться, Итан. От него нельзя избавиться, Итан. Невозможно уничтожить время. А он именно им и является. Трэвис, скажи мне, где Итан? Сейчас же! Я даю спящему то, чего он хочет. Чего хотим все мы. Слушай, старик, тебе нужно идти... Нет, нет, нет. Трэвис, закрой глаза. Довольно-таки жестоко, не цинично. Так, ну ладно, последовательность мы угадали, и в принципе, зная то, что было уже на кладбище, мы догадываемся, что и здесь произошло. Все хотели убить Итана за то, что он пробудил какого-то спящего. Но еще остались нормальные люди, как будто этот чувачок с гаечным ключом. Так, кто-то куда меня ведет? Кто-то же на меня ведет? Какого-то далеко. Вниз, да? Сейчас мы это соберем. Здесь больше ничего. Значит, давайте вниз посмотрим, что там. Дедушка, не подходи! Я тоже болен, Итан. Я чувствую спящих в своей голове. Значит, борись. Я должен уничтожить ту комнату. Ворон, извини. Итан, я не могу позволить тебе сделать это. Так, это был наш дедушка. Ну ладно, по крайней мере, он это нас спас. Чтобы не обратила семью Итана против него, дед пытался сопротивляться. Годы помогают против тех вещей, что питаются ненавистью. И борется он не с помощью мудрости или опыта, а при помощи усталости. Ненависть с возрастом становится бессмысленной. Я, кстати, с этим утверждением согласен полностью. Вообще, я должен заметить, что по этой части дамбы вообще картинка очень фотореалистичная. То есть там это как-то не так ощущается. А вот здесь, где природа, поначалу вообще прям аж дыхание замирает от пейзажей, и от детализации и всего остального. Ну что же, значит, мы решили здесь за головоломку, так сказать, долг, должочек. Я закрыл, долг платежом красен. Теперь я пойду искать проход шахты, потому что другой возможности у меня нету. Что-то сделать. Очнёмся там уже, что называется, там, где я её найду. Ведь если он есть, значит, он где-то должен быть. Здесь вариант, скорее всего, я невнимателен. Так, вот там какие-то буквы появляются. А, вот он, проход, да? Отлично. То есть после того, как мы решили эту головоломку на кладбище, здесь появился маркер. Вот в чём прикол. Я просто не то принял за вход в пещеру. Блин, что-то здесь темно, ребят. Темно и стрёмно. Ну ладно, по крайней мере, мы продвигаемся дальше. Это меня радует. А то я уже думала, я сейчас не найду этот вход и будет мне несчастье. Так, я надеюсь, здесь никаких пещерных людей не будет. Так, это мы оказались по ту сторону ворот. Могу ли я ехать, взять сюда? Не, да? Ну да ладно, будет темновато, ребят. Плюс YouTube ещё и затемняет картинку, поэтому уж извиняйте. Какая игра, такая картинка. Блин, тут разветвление. Так, сейчас прикусим. Так, и вот у нас развилочка, ребята. Налево, направо. Пошли направо. Блин, что похоже здесь тупик. Это мне только на пользу. Честно говоря. Пошли теперь посмотрим, что. А, здесь вообще тоже тупик. Вот что значит потерялся в трёх стенах. Так, значит нам сугубо сюда. Здесь уже, блин, какая-то амнезия начинается. Мне это не очень нравится, но что поделаешь. Так, лифт, ребят. Могу ли я на нем куда поехать? Могу. Вниз ещё ниже. Но как я могу поехать, не осмотрев до конца этот участок? А он здесь-то и заканчивается, да? Твоё, своего рода такой холл был в пещере. Ладно, поехали вниз. Хотя очень не хочется мне вниз. Я бы на уши на отдых уши. Поехали. Чуть у меня плохое предчувствие. Не знаю почему, что-то тут будет плохое. Я на локации такие тёмные делают не просто так. Ну да ладно, будем тогда решать проблему по мере их поступления. Далеко вниз, блин глубоко. Как потом отсюда выбираться? Что-то и в шахтах произошло такое, что требует нашего вмешательства и изучения. Так, пошли. Оказалось, череп лежит. Так, тут у нас опять рассветление. Пошли. Здесь темно, значит я пойти не могу. Я правильно понимаю? Да. В темноту он у меня не ходит. Значит, давайте посмотрим, что здесь справа. Здесь опять же, наверное, тупик, да? Идентичные. Потому что мы уже изучили, главное. Пошли сюда. Пошли сюда. Блин, я боюсь каких-нибудь шахтёров встретить. Смотрели фильм «У холмов есть глаза»? Напишите мне ваше мнение о нём. Почему-то мне это напомнило, именно этот фильм. Атмосферненько, ребята. У меня что-то сжимается маленько. К чему мы придём? Здесь железная дорога. Большая локация. Туда дальше идёт туннель. Здесь вход есть, но нет света. Соответственно, туда пойти я тоже не могу, да? Да. Ладно, давайте потихоньку осматривать то, что здесь имеется. Стойка для кирки. Пусто. Так, значит, здесь должна быть кирка. Ладно. Где нам её найти? Так, здесь в воде что-то есть. И это что-то, скорее всего, можно поднять. Правильно я понимаю? Но я бы не хотел это что-то поднимать. Сказал я и стал это поднимать. Так, хоп, очки. А у нас тут труп, ребята. Замок сломан снаружи. Жертва утонула посмертно. До смерти. Так, вот здесь-то мы и восстановим события. Ещё одного убийства. Но для начала нужно нам всё восстановить. Значит, нам нужна уже кирка, как минимум. Чтобы она была на месте. Туда дальше идёт длинный туннель. По нему мы и пройдём. Что здесь? Здесь никакой кирки я не вижу. Значит, нам остаётся пройти только дальше. По туннелю. Да, именно. Ну, пошли, выбора у нас от того нету. Так, здесь своего рода тупик. Длинный, длинный туннель вперёд. Так, вагонетка. На неё можно забраться. И поехать. Пока не хочу, хотя хочу посмотреть, что здесь. Здесь тупик, и сюда мы явно поехать не можем. Соответственно, поедем мы куда-то прямо. Ладно, давайте пробовать. Так. Поехали. И мы упираемся, да? А если я назад поеду? Может, какой-нибудь телепорт заеду? А, наверное, нужно разогнаться, и тогда мы проломим камни. Ну, как один из вариантов. Поехали. Полный вперёд, капитан. Полный вперёд. Да, примерно так. Так, теперь насколько я понимаю, мне нужно стрелку поменять, нет? Чтоб я могу поехать прямо. Ну, какой вариантик. Как вот здесь стрелку поменять? Нельзя, да? Может быть, среди камней что-то разбитых мною? Ничего. Ну, мне, очевидно, нужно поменять эту стрелку. Сам я это сделать не могу здесь. И здесь, соответственно, тоже. Так, ну-ка, если поехать прямо... А, всё понял. Нет, не понял, если честно. Сейчас разберёмся. Поехали вперёд, что это... Что мне это даст? Я тупо развернусь и, возможно, пойду прямо, нет? Да, отлично. Так, осмотреть. Давайте осмотрим. Так, что здесь можно было смотреть? А, вот всё вижу. А, нужно, чтобы свет горел. Ну, угода реализму, ребят. Угода реализму. Мне это напомнило метро. Last Light, помните, там? На Вегине мы катались. Это уже примерно такой же геймплей был. Так, мы нашли кирку. Почему они не могут её смотреть? Ещё дальше надо отъехать. В чём припол-то? Уже её и уже вижу. Вот, да. Ну, ладно, всё-таки игра написана на скриптах. И для выполнения определённых условий должны быть определённые условия. Так, отлично. А что здесь? Здесь ничего. Что, давайте вернёмся, наверное? Я там вперёд даже ехать не хочу. Или сначала скатаемся? Нет, давайте начнём всё-таки скатаемся, потому что, возможно, мы найдём что-то ещё. Так, здесь есть ответвление. Не, ребят, давайте, наверное, всё-таки... У меня такое ощущение, что... Я сейчас нашёл кирку, и когда я её вставлю, я смогу уже восстановить хронологию событий. А если я... уеду далеко, то мне потом придётся возвращаться. Мне бы этого не хотелось. Пускай я потрачу немножко времени, но всё же. Наверное, пешком будет всё-таки побыстрее. Да, пешком было бы побыстрее намного. Так, давайте, вставляем кирку. Теперь пробуем установить происшествие. Отлично. Я оказался прав. Так, следим теперь за следами. Их всего сколько? Раз... Четыре. Два сюда. Два сюда. Два сюда. Два сюда. Вот один, где второй? Раз, два. Три, четыре. Отлично. Так. Отец Итана с киркой. Отец Итана... Опускает вниз. Отец Итана с киркой опять. Метка. Ладно, поставим первую. Поставим вторую. Так, он мать завалил, что ли? Поставим третью. Нет, наверное, не так. Это явно пятая. Когда он ее опускает. А вот это явно четвертая. Ну, не факт, кстати говоря. Попробуем. Дорогая, он, наверное, убежал. А почему нет? Зачем ему быть здесь? Черт. Это должно быть енот. Нет. Нет, я так не думаю. Да, неправильно. Тогда я думаю, так, вот это второе. Так, здесь он с киркой, без. Так, я так думаю, вот это второе. Вот это третье. Он ее топит. Она раз, с крови нет, не видно. Это четвертая, это пятая. Давайте первое сразу проточнем. Он же просто ребенок. Да. Он не нарушал ничего и покоя. Он просто нашел какую-то комнату в старом доме. Вот и все. Цена наш мальчик. Я иду туда. Спящий не должен спать. Ему не сбежать. Спящий скоро проснется. Мисси, ты только послушай себя. Нет. Я ясно все вижу. Спящий дышит внутри меня. Ты больна. Мы все больны. Что ты делаешь, Дэйл? Да, я все после этого не сверну. Дэйл, ты жалкий трус. Выпусти меня. Я чувствую, как просыпается спящий. Спящий тоже пробудится. Спящий тоже пробудится. Спящий тоже... Спящий тоже пробудится, а вот ты вот называется уснешь бульбульным сном. И все связывается на этом трупе, да? Так, отец завалил матушку. Хорошо. Так, куда нас поведет этот след? Далеко это, понимаю, да? Да. Вот сюда. А где мама? Не послышался ее голос. Все еще ищут тебя. Тебе нужно идти. Иди туда. Через воду? Выглядит так, будто ее вскипятили. Нет, нет, это всего лишь химическая реакция. Она вовсе не кипит. Мам. Мама, где ты? Я разберусь с твоим братом. Давай, иди. Мысли о бруте у нас, чтобы он не убивал свою жену. Она уже не являлась той, кем была раньше, как и он. Что-то использовала всю эту боль и смерть. И становилась сильнее. Блин, а игра-то крутая. Говорю, это с каждым разом все более утвердительно. Так, ладно, доезжаем до вот этой развилки. Смотрим, что есть еще вне. А потом, если получится, поедем дальше. Так, выходим. Еще много героев здесь надо завалить. Значит, нас передождет еще большое количество таких последовательностей. Так, здесь такой спуск вниз неприятный. Очень неприятный. Худьюшки, на матрешки. Куда это все идет-то? Бля, как глубоко. бля-бля-бля-бля-бля как глубоко бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля как глубоко ешкины матрешки очень глубоко так глубоко, как я не знаю мы уже в самом аду если вы видите это предупреждение не ходите дальше Если вы видите это предупреждение, наш ритуал не удался. Если вы видите это предупреждение, ворота к неведомому из глубин остаются закрытыми. Так, я сюда не хочу. Я сюда не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Давайте проедем, посмотрим, куда ведет дальше вагонетка. У меня такое ощущение, что, блин, сюда надо спуститься, будет здесь в конце самом. Что здесь и там где-нибудь и прячется. Я туда совершенно не хочу идти. Ну, наверное, придется сейчас пойти. И просто, может быть, вагонетка просто упрется в потолок, вернее, в стену. И все, это все, чем закончится. Давайте посмотрим. Для начала убедимся в том, что мне дальше не надо. Забирайся. Какой-то там у них ритуал не удался, блин. Ритуальщики хреналы. Так, ну а мы едем сюда. Туда мы приедем, вот все интересно. Приедем ли, в принципе. Далеко уедем-то. Здесь было, чтобы пещера не обвалилась, чтобы быть стрёмно. Спящие какие-то все пробуждаются в них. Нашел комнату алхимика, и все это привело к бунтацкому комбийцу. Так, здесь слева еще один выход. Для начала давайте посмотрим, что дальше. Дальше тупик, да? И назад он не едет. Ба-а-а. А нет, едет. Я уже думал, что не смогу назад вернуться. Блин, нормальная такая развилочка, ребят. Там глубокий спуск вниз. И нам явно туда надо будет со временем. Здесь тупик, да? Ну ладно, значит у нас два пути. Туда вниз или сюда, вот куда мы сейчас с вами пойдем, проведаем, что здесь. Здесь кипящее масло какое-то. Но он и дону сказал, что бояться этого не надо. Химическая реакция. Поэтому и мы пойдем спокойно. Это и может привести к этому. Надеюсь, ничего из воды не вылезет. Быстрее я идти не могу. Жутковатое место, честно говоря. Очень жутковатое. Но учитывая, что в ролике говорилось об кипящей масле, значит мы в верном направлении. Что тогда внизу? Вот что интересно. В долине Красного Ручья я могу ощутить две разновидности мрака. Первое. Тот мрак, в который ты вступил, но с помощью удачи смог выйти из него. Но другой мрак был глубже. Притягательный. Неизведанный. И он хотел, чтобы я ушел. Так, я вышел на улицу. Где непонятно. Есть ли мне смысл вернуться назад? Или побродить все-таки здесь? Давайте, наверное, побродим здесь. Но, судя по времени, давайте сделаем это уже в следующей серии. Я надеюсь, вам понравились эти комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Лэнди Бэдю Плей. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok